Друзья, добрый день! У нас сегодня замечательный будет день, потому что сегодня эксклюзивная будет информация о круизе по Америке, по Багамским островам. Поэтому настраивайтесь, и у нас сегодня будет эксклюзивный гость из Санкт-Петербурга, Ольга Кудряшова. Она является членом круизного клуба и также партнером круизного клуба. И она сегодня остается в своем куизе. Я сейчас буду ждать ее на нашей встрече. Пока я расскажу о себе. Я являюсь также членом круизного клуба. Меня зовут Оксана Верещага. Оля, я уже вижу Олю. Вот, и я очень люблю путешествия, очень люблю бывать в новых странах. Путешественникам в нашем клубе. И, конечно же, сегодня мне не терпится, просто не терпится дождаться, когда же Оля к нам присоединится и расскажет нам о своем седьмом путешествии. Оля, привет, привет, как здорово, что у нас так легко получилась связь. Потому что три патента никто не отменял, но у нас все хорошо. Оль, спасибо за то, что у нас есть сегодня возможность, что согласилась встретиться сегодня. Потому что я уверена, что круизы – это экзотика, а круиз по Америке – это вообще выше всех экзотик. Оксана, а если учесть, что это круиз на Багамы, то это вообще бомбичная поездка. Я вам честно скажу, друзья, не в первый раз, когда я ездила на Карибы, не во второй раз, когда я ездила на Багамы, мне не верится, что это со мной случилось. Но самое удивительное – это может случиться с каждым из вас, кто знает нас. Почему? Потому что, ребята, мы можем вам показать, как это сделать. И это сделать несложно, потому что вот взять хотя бы меня, как, ну, учителя, скажем, да, в прошлой жизни я работала, ну, в прошлой жизни я называю, да, 20-й век, начало 21-го века я работала учителем. И для меня эта мечта была просто нереальной. Ребята, я дважды побывала в Америке, я забираюсь третий раз, мне сын тогда. Оля, вот я как раз хотела сказать, и мы прям попали на одну волну, хотела сказать, Олечка, расскажи, пожалуйста, вот с чего все началось? Потому что ты стала членом круизного клуба, и у тебя были какие-то ощущения, вот что такое круизы, что такое отдых, был какой-то жизненный опыт. Но то, могла ли ты себе подумать о том, как это будет выглядеть на сегодняшний день, то, что ты путешествуешь? У тебя, по-моему, был седьмой круиз, да? Да, 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 да. Ребята, я не думала, что я стану круизоманом. То есть я стану зависимой. Ребята, это такая крутая зависимость, которую я вам желаю всем абсолютно. Абсолютно. Я раньше не понимала этих ненормальных людей, что они прутся, куда-то едут. Теперь я их так понимаю, ребята. Это такое счастье, когда ты становишься зависимой от путешествий. Это круто. Поэтому, Оксана, отвечая на ваш вопрос, как это произошло, я не могу сказать, что я и до этого в жизни не путешествовала. Я путешествовала, но как-то это делала от случая к случаю, да, когда удавалось там где-то выдернуть деньги. Может быть, я, скажем, там получила какую-то награду, да, это лучше всего было. Но это было не так часто. А последние пять лет у меня вообще такой возможности не стало, потому что путешествие столь дорого. И для меня это стало проблемой. А потом и не с кем было путешествовать. Вы знаете, не было компаний. И когда я узнала про существование такого клуба, меня просто пригласили в клуб путешественников. Думаю, о, это то, что мне нужно. Ведь у меня появятся единомышленники, и я смогу с ними поехать, попутешествовать. У меня начнет расширяться кругозор, а мне это совсем не помешает уже, да, в пенсионном возрасте немножко мозги свои расшевелить. Вот, и так я оказалась в клубе, ребята. И это такое счастье, семь путешествий за несколько лет, да еще самых лучших, которые можно только предположить на свете. Да, это, как говорят люди, которые приезжают в круиз, говорят, ребята, но это не пять звезд, это не семь звезд, это двадцать звезд. Это я слышала от своих даже партнеров, которые приезжают, и я спрашиваю, ребят, это так же круто, как я рассказывала. Нет, Оля, это круче намного. Вот таким образом я оказалась, Оксана. Олечка, расскажи, пожалуйста, вот что-то интересное для наших слушателей, вот чем запомнилось, что было особенно приятным, что было удивительным, что было неожиданным, что было, вот сам процесс, вот что нужно было, купить билеты, забронировать круиз, прилететь в Нью-Йорк, увидеть этот Нью-Йорк, да, увидеть всю эзотику Нью-Йорка, и потом пересесть на круизный лайнер и увидеть шикарный круиз по Багамским островам. Вот как все происходило, потому что я уверена, что у них нет видения. Они почему боятся? Потому что нет видения того, как это все происходит. Расскажи, пожалуйста, вот особенно новым нашим слушателям, как все происходит, что для этого надо, чтобы поехать круиз-круизным клубом и ощутить всю прелесть круизных путешествий. Так, готовы? Вдохни, иди побольше воздуха. Ребята, я в жизни поняла, что бояться не надо. Тот, кто хочет, и хочет вот в такой хорошей компании единомышленников, возможно, вообще все, ребята. Я, наоборот, в свой, как говорится, уже преклонный возраст поняла, что я многие вещи по жизни недополучила, потому что я боялась новизны. Не надо этого бояться. Ребята, ведь посмотрите, даже мы, питерцы, а я из Санкт-Петербурга, у которых круизы, в общем-то, под боком ходят. Да, они не выходили из России, но мы их видели, даже мы испытывали какой-то страх. Замиранием, как говорится, сердца смотрели на них, как оттуда высыпают эти иностранцы. Ребята, это нам стало доступно. Главное, вот эту мысль в себе впустите. Это также доступно, как 3-4 звезды Турции. Поверьте, мое первое путешествие, оно стоило мне, как члену клуба, где-то порядка 300-400 долларов. Но не буду сейчас уточнить, потому что круизы разные бывают. 300, 500, 600, да? Но это было доступно. Ребята, я же покупала себе иногда Турцию, Египет. И я не допускала мысли, что я могу поехать в такой круиз. Это доступно. Главное, вот в это поверьте. Я забронировала круиз через клуб, да? Спасибо, мне помогли, подсказали. У нас есть люди, которые могут поддержать вас в трудную минуту. Это классно, здорово, потому что каких-то моментов я не научилась. Я не могла, допустим, в букинге себе что-то забронировать. Слава богу, вокруг меня много нормальных, адекватных людей, которые помогли. Забронировала круиз. У меня было достаточно времени, чтобы я отложила деньги на билеты. Билеты я покупала, кстати, незадолго. Всего за месяц, учитывая нашу непростую такую обстановку, как вы понимаете. И как раз какой-то был хороший период для Америки, что они пускали ПЦР. Мы этот момент поймали. Слава богу, опять же, мы не побоялись, ребята. Но я вам хочу сказать, я летела в Боинге. Не было ни одного свободного места. Ребята, это сидели люди, которые вот все страхи оставили позади. Ребята, не надо, не пускайте в свою жизнь страхи, потому что от страхов и многие болезни, и многие неудачи, не пускайте страхи, это однозначно, точно. Я так благодарна моим единомышленникам, которые помогли мне вот эти страхи. Взять билет, забронировать круиз в Америку. Господи, спасибо, спасибо Ирине, спасибо Елене Викторовне, спасибо Юле, спасибо вообще всему моему окружению, которые, это совершенно потрясающие, удивительные люди. Мне даже страшно подумать, как я буду дальше без них жить. Поэтому я хочу с вами жить долго, до конца своей жизни, друзья. Правда, это совсем другая жизнь вот среди этих людей, таких вот творческих, таких-то креативных. Вот, взяли билет и подготовились, естественно, сделали не только ПЦР, сделали вакцину. Вот, но не пугайтесь, на сегодняшний день есть страны, куда нас принимают только с ПЦР. Не волнуйтесь, об этом можно попозже на вопросы ответить. Приехали. Дорога на Багамы была чудной, потому что мы не могли не осмотреть Нью-Йорк. Поэтому мы купили себе хостел. Вы знаете, что в Нью-Йорке отели достаточно дорогие, но, к счастью, ребята, скоро в нашем клубе будут и отели. Представляете, мы сможем отели иметь с огромными скидками. Но мы не растерялись. Мы посмотрели и посоветовались с американцами и сказали, что хостелы в Америке очень приличные, очень чистые. Нас успокоили. И, представляете, в хостеле есть даже двухместные и одноместные номера. Вы представляете? То есть хостел это не означает, что вы там селитесь по четыре, по восемь, по десять. Нет. Даже одноместные номера. Я там видела девочку знакомую, у нее одноместный номер. Представляете, в хостеле? Но там, конечно, минимум. То есть вы можете там переспать, вы можете там помыться. Вот. Кафе рядом, пожалуйста. Мы бегали в Старбокс, прекрасно перекусывали. А еще лучше, если вы возьмете кофе, возьмете какой-то перекус и пойдете в соседний красивейший парк в Нью-Йорке. Боже мой, это такое сердце Нью-Йорка, ребята. Нью-Йорк, оказывается, это не только небоскребы. Для меня на сегодняшний, до вот недавнего времени, Нью-Йорк это были небоскребы. Ребята, это были каменные джунгли. Это далеко не так. Для меня на сегодняшний день, да, это красивые небоскребы, сумасшедшие. Просто взгляд уходит в небо, взгляд уходит за горизонт. И вообще, ты просто любуешься и обалдеваешься. Но, ребята, оказывается, Нью-Йорк это не только небоскребы. Это красивая природа рядом. Они сохранили такие красивые оазисы, уголки и вот этот центральный парк, где множество белок просто стадами бегают и нас веселят. Мы когда отправлялись утром, а мы жили в центре города, мы отправлялись именно через этот парк, потому что это дополнительный подъем настроения. Ребята, эти белки такие смешные. И я говорю, это не одна-две, а это три-четыре здесь занимаются разборками, там яблоко делят. Это две-три, которые у тебя клянчут орешек, да. Там просто целые сериалы вот так вот развиваются. И семейные, и детки, и все. И это так интересно наблюдать, а еще интереснее наблюдать, как люди за ними наблюдают. Это просто потрясающе. Все останавливаются и хохочут, и смеются. И у всех такое хорошее настроение. Ребята, и еще у них очень много собак. И они все ухожены. И, вы знаете, для меня всегда отношение к животным, как нация относится, это тоже большой показатель. У них нет бродящих собак, нет бродящих кошек. У них, если есть таковые, они все попадают в хорошие приюты и потом в хорошие руки. Я разговаривала. Потому что я сама и кошатница, и собачница. Я очень люблю животных. И я вам честно скажу, мы, наверное, с мужем даже познакомились на этой волне. И нас это очень сильно объединяет. Ребята, это очень важно, вот такое экологическое направление в семье и в стране, и вот в Нью-Йорке. Они идут с собачками гулять. Они даже малышек выводят на колясках, чтобы не запачкать город, не пачкать. Они до парка, их везут 2-3 малышки, собачки на колясочке. Вот жалко, что нету слайдов. Я бы вам это показала. Это очень забавно. Везут 2-3 собачки, и в парке они уже с ними гуляют. И я бы хотела сказать, что они с собаками не просто гуляют, они с ними живут. Я посмотрела, они у них и в кафе, они с ними на работе, в магазинах. Везде их пускают. Естественно, там есть какие-то правила, понятно. Ребят, ну я обожаю эту нацию, которая любит собак и кошек. Правда, ребята. И вот эти парки, вот эти оазисы рядом с этими огромными небоскребами – это все так трогательно. Я специально поставила свои слайды, потому что я прямо от них возбуждаюсь и каждый день смотрю и погружаю себя в эту атмосферу. Конечно, мы были на Уолл-стрит, да, это такая центральная биржевая улица. Конечно, мы изучили весь абсолютно Манхэттен, а мы жили прямо в центре. Мы его прошли вдоль и поперек пешком. Пятая авеню, где самые знаменитые легендарные магазины, где все звезды и вообще все самые интересные действия Бродвей. Вот. Это Манхэттен. Вы знаете, что Нью-Йорк, он делится на множество районов. И, конечно, Брайтон-Бич – это тоже история для Нью-Йорка. Я вам хочу сказать, Брайтон-Бич, вот не судите меня строго, но он на меня произвел, к сожалению, печальное-печальное впечатление, потому что люди, которые там живут, они имеют очень грустные и печальные глаза. Они вдали от Родины. И даже как-то сложилось, что Брайтон-Бич, он расположен там, где видно улетающие самолеты. И вот эти скамейки, я вижу, как они гуляют и сидят и смотрят на эти улетающие самолеты. Оксан, ты меня поймешь, потому что ты жила вдали от Родины, и ты знаешь, что это такое. И у меня, мы встречались там с баюродной сестрой, она живет в окрестностях Нью-Йорка, и именно так это и есть. Она до конца все равно несчастна. Да, она подняла детей, они хорошо устроены, здорово, классно, но я хочу сказать, все равно у нее вот эта грусть, она осталась, и вот полностью счастливой ее все равно не назовешь. Ну, а Брайтон-Бич, я вам хочу сказать, это Советский Союз. Мы умышленно и погуляли, и пообщались с людьми, с диссидентами, это было так, в общем, забавно, интересно, да. Услышать все о Советском Союзе, я хочу сказать, эти люди не продвинулись ни на йоту, они еще живут в Советском Союзе. Вы представляете, они, те люди, которые туда уехали, они так и живут по-прежнему в Советском Союзе. И самое интересное, что они думают, что у нас так же все и продолжается, как в Советском Союзе. Они не понимают, что мы уже давно все совершили квантовый скачок, вот, и живем уже многие намного лучше, да, чем они на Брайтон-Бич. Вот я не случайно говорю эти вещи, ребята, надо научиться жить хорошо у себя на родине, потому что все-таки родина – это неотъемлемая наша часть. Там, где ты родился, это все равно тебя будет всегда тянуть, вот, немножко так печальки, да, и кафе, и кафе, они такие смешные, да, это, там много, кафе разные, и армянских, и азербайджанских, и просто полная эклектика. Когда ты заходишь в кафе, мы в таком кафе обедали, где девушка киргизка почует вас борщом, здесь стоят и матрешки, и какие-то китайские кисточки, и бордец Сталина. И, в общем, ну, вот такая вот полная эклектика, это очень, очень весьма забавно, потому что уже давно мы даже в маленьких городах имеем другие совершенно современные, очень европейские кафе. Ну, наверное, в такие кафе тоже интересно заходить, вот. И кофе почему-то там был незаварной, растворимый, мы так удивились, думаем, господи, уже стараются все в России как-то, ну, шкаф это точно, дома, понятно, да, у меня вот муж, например, на сих пор растворимый предпочитает кофе, да, а вот в кафе у нас уже давно подают кофе заварной везде. Ну, в общем, такие вот смешные вещи, но все равно они трогательные, теплые, из Советского Союза, все русскоговорящие такие же очень, давайте, давайте, кто-то даже предложил нам налить, вот, вы откуда, из Питера. В общем, мы себя чувствовали как в Советском Союзе. Сувениры я покупала в магазине под названием «Санкт-Петербург», какой-то перекусик в кафе под названием «Ташкент». То есть, вы знаете, может быть, даже и хорошо, что есть такой уголочек в Нью-Йорке, но вот сам центр Нью-Йорка, я вам хочу сказать, это представление каких-то очень свободных, очень дружелюбных, очень позитивных людей. Вы знаете, наверное, если бы вы хотели пожить в Нью-Йорке, если бы у вас были средства, город не дешевый, то вам было бы очень комфортно. Вот в этом отношении Нью-Йорк, конечно, статуя свободы, я вот смотрю на свой слайд, она настолько притягательна. Ребята, вы перемещаетесь по Нью-Йорку, а сестра нас встречала, провожала, поэтому мы вот практически все микрорайоны проехали на машинке ее недорогой. Но, тем не менее, все время ловишь взглядом эту статую. Это визитка Америки, и тем более визитка Нью-Йорка, и ты ее все время ловишь взглядом. Она притягательно имеет значение, конечно, она же на островочке, она не в самом городе. И чтобы ее увидеть поближе, нужно, допустим, сесть на паром. И вот, опять же, для путешественников, ребята, паром есть бесплатный, то есть есть кораблики платные, но можно сэкономить пойти на паром. Опять же, вот шикарный музей Метрополитен, мы не могли его не посетить, потому что он рядом стоит с такими, как наш Эрмитаж, Дрезденская галерея, Русский музей и множество других музеев мира. Он стоит, вернее, не множество, их не так много, может быть, с десяток. Вот он стоит вот в этом ряду, Метрополитен, и там хранятся известнейшие картины. Я бы вам, опять же, сейчас на слайдах показала, но поверьте мне, это импрессионисты, это и голландцы, это Дюрер, это Рембрандт, это Гоя, это известнейшие картины. Можно просто набрать в интернете и посмотреть, какие известнейшие картины. И мне очень понравился стиль, в котором оформлен, даже, пожалуй, он легче. Вот в Эрмитаже кто был, он немножко, нет, есть там залы такие облегченные, но есть некоторые залы, которые давят на тебя. Огромные большие картины, их много. Здесь они очень как-то легко разряжены, поэтому тебе не тяжело осмотреть в этом зале 5-6 картин и переместиться дальше. Много очень приятных таких вот моментов. Мне понравилось Метрополитен, поэтому, если будете в Нью-Йорке, обязательно. Я вообще всем советую, перед поездкой, друзья, поделитесь, поделитесь в нашем чате. А в нашем чате есть очень много полезных, хороших советов, что где можно взять бесплатно, что где можно сэкономить. Это очень важно, потому что мы путешественники, экономим деньги, нам нужно побольше посмотреть, нам нужно привезти какие-то сувениры друзьям, вот. Нам нужно побольше попутешествовать, поэтому это нормально, когда мы делимся и говорим, что друзья, здесь можно вот так, можно вот так. Поэтому я дам совет, кто поедет. Ребята, много памятных, красивых местах, но, конечно, я не могла, как человек духовный, не могла не побывать на мемориале памяти «Дети-1.1». Вы все прекрасно знаете, что 20 лет назад, как раз 20 лет прошло, у меня перед глазами стоит эта картина, когда самолет врезается в афинирный центр, торговый центр, и две башни пострадали. А уж сколько сотен, сколько тысяч людей пострадали, причем и те, которые в самолете, там же заложники были, и те, которые в этих здания очень немногим удалось спастись, потому что здания рухнули. И на месте этих двух зданий стоит два стадиона, прошу прощения, два бассейна, то есть они точно повторяют фундамент этих двух высоток, не высоток, небоскребов. И там стекают по краям бассейна, стекают ручейки, и они утекают в такое прямоугольное отверстие большого размера, сам фундамент, чуть поменьше вот это вот отверстие, куда утекают вот эти жизни. И когда ты стоишь, у тебя просто душа, душа, мы же люди мира, мы никогда не позволим тебе сказать такую вещь, так и надо, кому-то, даже если это человек, твой недруг, мы никогда в жизни не позволим тебе, русскоговорящий человек, такие вещи произносить. У меня душа просто рыдала, я без слез не смогла, поэтому в моих слайдах вы не увидите фотографии, где я позирую или что-то делаю, потому что у меня слезы были просто на глазах. Я сочувствовала и сопереживала тем людям, которые ушли раньше времени из жизни, тем родственникам, что пережили этот ужас. И вот эти два бассейна, они символизируют, ребята, надо остановиться, нужно прекратить, приближать мир к войне. И на этом месте не только стоят два вот этих вот бассейна, но построили всемирный торговый центр, откуда можно созерцать весь Нью-Йорк очень красиво, мы были там на 102-м этаже. И построен такой торговый центр в виде крыльев ангела. У него крыша очень красивая, то есть символизирует возрождение, конечно, жизни, и что все эти люди, они, конечно, попали в рай. В общем, вы знаете, я бы себя не просила, если бы я это место не посетила. И там очень много имен разных национальностей, и русских, и украинских, и еврейских, ну, всех-всех буквально народов мира, поэтому это нам как напоминание, друзья. Даже вот горло перехватывается, я на этот слайд, мне тяжело даже смотреть. Вот, поэтому, когда будет возможность, можно еще на слайде посмотреть, если у кого будет такая вот пожелание, пишите, с удовольствием покажу, ребята. Потому что есть и вот такие трагические, но есть и такие приятные, приятные. Да, ребят, сходили мы в ресторан. Ресторан в Нью-Йорке, конечно, удовольствие недорогое, но мы не могли, опять же, чтобы вот погрузиться полностью за три дня, нужно успеть все. Поэтому мы брали и двухэтажный автобус, мы очень много ходили пешком. Вот, несмотря там на какие-то даже проблемы со здоровьем, все, все куда-то улетучилось, потому что вот то, что у тебя стоит вот сейчас эти впечатления на первом плане, все улетучивается, и ты впитываешь, впитываешь как губка в себя. И, конечно, не побывать вот в таком злачном месте в ресторане, где люди совсем другие становятся, да, когда они отдыхают, общаются, наслаждаются. И попробовать эту кухню, это было важно, несмотря на то, что нас впереди ждал шикарный круиз, и я не пожалела. Во-первых, мы встретились там с Наташей Бродиновской, которая является нашим партнером и дочкой, ее, которая там живет. Вот, и это очень ценно пообщаться с людьми, которые там живут, ребята. Обязательно, обязательно старайтесь общаться с людьми, живущими в этом городе. Это очень важно, потому что вы много-много инсайтов, лайфхаков поймаете, словите, и захотите обязательно вернуться. Вот, вкуснейшая кухня, вот прямо нечего сказать, ребята. За три дня я получила впечатление, ребята, которыми я буду наслаждаться, насыщаться еще, наверное, целый год. Вот, и я могу сказать, ребята, Нью-Йорк даже круче, чем Лас-Вегас и Лос-Анджелес, потому что я два года назад же была в Лас-Вегасе, в Лос-Анджелесе, когда отправлялась на Карибы, в круиз, и я хочу сказать, Нью-Йорк меня покорил. Вот, есть города, куда ты хочешь еще раз вернуться, вот хочу, хочу, хочу. Вот, правда, прям какой-то очень трогательный, нежный, непредсказуемый, сумасшедший. Вот, и люди, люди свободные, вот эта свобода чувствуется абсолютно во всем. И тебя никто не бьет по рукам, это так классно, здорово, вот, ну, не знаю, ребята, Нью-Йорк моя любовь надолго. И вот, ребята, мы садимся в порту на лайнер, вот, немножко не все в шоколаде подпортило, что только третий таксист знал, как проехать в порт. Я очень удивилась, вот, я очень удивилась, что у таксиста даже телефона не было, чтобы показать ему, да, в, там, на карте вот это. Он говорит, я не, мы ему в своем телефоне. Короче, хорошо, что нашлись люди, которые на портье из нашего хостела, третий таксист, он ему объяснил, и он понял, как туда ехать. То есть, дорога оказалась тоже недешевой. Я специально говорю эти вещи, чтобы вы эти вопросы продумывали заранее, да. Вы смотрели метро, общественный транспорт есть там, пожалуйста, мы вот этот момент немножко упустили. Нас сбили с толку, что порт близко, сказали, что за 20 долларов вы доедете. Это оказался не тот порт, поэтому вот эти вещи нужно заранее. Порт оказался значительно дальше, и порт немножко вас разочарует. Там, оказывается, он такого немассового, но не страшно. Вот в Майами мне, например, порт понравился больше. Там шикарный пост, порт за 5 минут, раз, два, три посадили. Мы даже не поняли, что мы уже оказались на лайнере. Здесь процедура, но она еще связана в связи с тем, что проверяли ПЦР, у кого ПЦР не было или просрочен. Тут же рядом стояла машинка, можно было ПЦР сдать, войти. Туда приглашали людей из ПЦР. И, конечно, имели преимущественные права люди с вакцинами. То есть, допустим, человек с ПЦР, он не имел возможности посетить театральное шоу, такие вот густонаселенные места. Поэтому лучше, конечно, ехать с вакциной. Но, чтобы было приятно, люди с ПЦР на лайнер могли попасть. Но, ребята, сразу хочу оговориться, условия меняются каждый день. Поэтому не надо мою информацию принимать как истинно в последней инстанции. Вот, значит, мы заселяемся. Как всегда, очень приятный момент каюта. Обалденная, красивая, синяя, белая, бежевая, со стильными шторами, подушками. Просто меня так каюта порадовала на Royal Caribbean. К счастью, Royal Caribbean, ребята, это говорю для партнеров, на какое-то время ушел, но он к нам вернется. Вот, поэтому люблю, конечно, Royal Caribbean. Ну, не рекламирую. Нет, 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 нельзя этого делать, ребята. Но хочу сказать, ребята, за два года я почувствовала себя, как будто я первый раз в круизе. Это каюта, каюта с балконом, шикарные виды, вкуснейшая еда на любой вкус, ресторан, шведский стол. Мы, конечно, не стали изменять своему правилу, на ужин ходили только в ресторан, потому что нам нравится все-таки почувствовать себя принцессой, когда тебя обслуживают все твои, как говорится, желания, все предвосхищают. Вот. И развлечения. Боже мой, чего мы только не попробовали. И в трубе мы полетали. И в капсуле полетали. И представления шикарные посмотрели. И потанцевали, и поплясали. И перепробовали все, что можно. Но вы уже к концу круиза уже есть не можете. Вы к концу круиза можете только пробовать, ребята. Говорит, да, это стоит попробовать. А что мы сегодня будем? Лобстера заказывать или баранью ножку? И, боже мой, ну вот действительно стыдно, ребята, стыдно перед голодающим населением, да? Потому что ты уже можешь вот это позволить себе только попробовать. И когда у тебя забирают половину этой ноги ягненка, ты понимаешь, что ты не прав. Да? И когда ты не можешь доесть уже лобстера, потому что, ну ты уже насытился за первые дни, и у тебя действительно организм, вот, ну вот может только позволить себе попробовать какие-то деликатесы, десертики, вот, приготовленные поварами, мишленовскими, изысканно вкусно. Это, конечно, круто. И дальше ты идешь развлекаться, находишь себе либо шумные развлечения, либо какой-то укромный уголочек, где ты можешь. А я еще покупала себе и интернет, поэтому я старалась там отправлять там кому можно фотографии, да? Ну, в общем, ребят, задавайте вопросы, потому что я, конечно, желаю, да, вот еще чем был омрачен мой, мое путешествие, признаюсь честно. И я в этом признавалась несколько раз своей коллеге Елене Викторовне, с которой мы шли на круизе. Я признавалась, Елена Викторовна, я все равно, у меня ложка дегся, вот в этой огромной бочке впечатление она есть, я безумна. Вот душа просто тоже страдает от того, что сейчас нас так немного в круизах, ребята. Но мы к этому идем. Вот. И я бы, честно, даже уступила свое место кому-то, только чтобы скорее, особенно те люди, которые не были ни разу в круизах, мне прям вот всеми фибрами души это хочется. Я думаю, что у нас именно такие люди собрались в клубе, которые стараются не только для себя, а стараются и свою команду как можно скорее. Ну, ребята, Багамы, Багамы, они вообще вне конкурса. Если у вас есть возможность в ближайшее время забронировать такие острова, которые являются собственностью круизной линии, например, Сербания, да, когда вы берете Дубай, да, вот. Ведь у МСС, у КОТ и у других круизных линий есть такие острова. Если они вам попадаются, ребята, берите, потому что это такая фантастика, когда в течение круиза, вот этого лакшери, вы вдруг оказываетесь среди аборигенов, песок, океан, море, и не один-два часа, а целый день погружаетесь в океан. И все те блага, которые остров этот предлагает, вот эти натуральные сувениры, кокосовый сок, бананы прямо с дерева и общение с аборигенами, эти танцы, вот это вообще фантастика, ребята. Оказаться вот в этом островочке оазиса аборигенской жизни, это так круто оказывается, так интересно, поэтому это тоже наше преимущество нашего клуба. И я говорю, еще плюс добавится сейчас к нам, если отели, а не добавятся, 4 тысячи, это будет вообще, я немножко приоткрываю тайну, поэтому, извините, но это будет бомба, на самом деле бомба, вот, поэтому... А, а шоппинг, вот у меня идут слайды, да, шоппинг, шоппинг на лайнере, это вообще невозможно удержаться, потому что на лайнере, ребята, скидки начинаются 20, 25, 35, 45, и под конец это такие, что вы можете какие-то брендовые вещи, даже и по 10 долларов купить, да, часы, очки, сумки, это так круто. И я для меня стала уже моей такой визитной карточкой, это фраза, ребята. Я как бы завершаю, но я готова отвечать на миллион вопросов, ваших вопросов Оксаны Верещаги. Это путешествие, это единственная вещь на свете, покупая которую, вы становитесь богаче, ребята. Вот поверьте, лучше пожалейте денег там на какую-то, я не знаю, мешок картошки, какую-то шмотку, какие-то... А вот здесь, на путешествии, ребята, это вас будет одевать, обувать кучу, массу впечатлений, красивых всю вашу оставшуюся жизнь. И вы будете говорить, хорошо, что я вместо вот этого. А еще лучше, если вы будете позволять себе и путешествия, и шопинг, это еще круче. И, кстати, в нашем клубе, ребята, если кто еще не здесь, вы сможете не только путешествовать, но как раз и зарабатывать деньги нереальные. И здесь как раз грядут такие изменения, которые позволяют самым-самым обычным людям это делать, ребята. Оксаночка, я готова ответить на все вопросы, потому что прерваться невозможно было, вот, чтобы цельный такой был вопрос. А вот сейчас я готова ответить на вопросы всех, кто слушал. Оль, ну, я очень под впечатлением, вот, я как будто бы побывала в Нью-Йорке, я как будто бы побывала на Багамском острове, я вот переняла вот эту энергию туриста. И я помню эту энергию, я же была на Сербанияз, мой первый круиз был по Персидскому заливу, он начинался из Дубая, и вот на третий день мы были на Сербаниязе. И я хочу сказать, до сих пор, вот прошло два года, это я была перед Новым годом в декабре 2019 года, но до сих пор, вот когда я вспоминаю, у меня вот эта волна такая позитивных эмоций всё время всплывает, и это дорогого стоит, потому что вот такие яркие какие-то события в жизни, а круиз, путешествия где-то в другие страны, даже в другие континенты, это действительно яркость жизни. И вот была фраза, что забывается, Оль, да, забывается даже, что там если где-то что-то и болело, где-то было что-то не так, вообще забывается, и ты наслаждаешься жизнью, наслаждаешься отдыхом, наслаждаешься здесь и сейчас, и оно остаётся ещё на многие-многие годы, и я уверена, что где-то там в глубокой такой старости можно будет вспомнить, как я там ходила по этим улочкам, там где-то была на каком-то острове, и это тоже будут такие взгляды, вот солнечные взгляды, это будет в душе всплывать эмоции, и это, конечно же, организм наполняет молодость, организм наполняет энергией, счастьем, эмоцией, и это то, что мы можем передать своим детям, своим внукам, детей и внукам вывезти в круизы, их наполнять, им расширить кругозор. Наша жизнь, она вот так вот широко раскрывается благодаря круизному клубу. Я говорю, если бы не круизный клуб, я бы не была в Дубае, ну вот не была бы вот в эти годы, я не была бы, потому что я приехала в Вицию, денег как таковых. А я бы была в Америке никогда бы, Оксана, я бы никогда так и не отложила эту сумму, никогда. Я бы даже не посмела себе вот этого, правда, позволить. Только клуб у нас расширяет наши рамки нашего мышления, кругозоры. Мы понимаем, Господи, вот она же смогла, а я что, хуже? Вы понимаете? Поэтому ты вдруг, ты понимаешь, что ты до сих пор многие вещи пропускал мимо себя, напрасно. Да, да, да. И слава Богу, что мы вот в клубе, мы смотрим друг на друга. Если она смогла, вот я как в Дубае ехала, Надя тогда Воротниченко приехала, да, с Дубаи, она говорит, если ты будешь бронировать круиз, едь в Дубае. Вот из её лёгкой руки, это, по-моему, вы тогда были в Дубае вместе с Надей. Да, да, да. Я тогда фотографию смотрела, и вот с её лёгкой руки я забронировала Дубай, потому что это был декабрь месяц, то есть я приехала со Швеции, как раз это был июнь, и я рассматривала, когда и куда поехать, и я решила, что вот как раз, ну, такой вот холодный, не тёмный, холодный период, куда поедешь? Ну, поедешь в Дубае, конечно, и слава Богу, что я тогда ещё успела в декабре 19-го съездить, и вот с марта 20-го началась эта пандемия, да. Малайд. И, конечно же, я когда вспоминаю и этот корабль, и вот это ощущение, когда я к нему подхожу, я не могу поверить, что я сейчас пойду вот на этот корабль, я... Это было для меня такое впечатление. Оксана, даже у меня вот сейчас, мы поднимались, у меня в душе такое творилось, я до последнего не верила, что это со мной происходит. Ребята, вот смотрите, вот в вашей жизни редко таких моментов, первая любовь, первый ребёнок, да, и вот это ощущение вот первой любви, оно ведь редко повторяется, да, что вот пришла такая же вторая, третья, редко, а вот здесь каждый раз, когда вы вступаете, у вас что-то такое происходит, боже мой, у вас выделяется столько адреналина, как только ты вступил на лайнер, как только ты зашёл в свою каюту, как... Боже, столько вот вот этих приятных эмоций, ты понимаешь, что ради этого стоило вообще жить, ребята, круто. Оль, я у меня, у меня, например, когда был вот этот восьмой день, и вот когда из каюты уже персонал вынес вот эти чемоданы на коридор, Оль, у меня слёзы были, ну вот у меня накатывались слёзы, у меня было, боже, как я не хочу вот с этого рая уходить. Совершенно верно. Да. И эти рестораны, и вот это обслуживание, и вот эта атмосфера, и вот это вот такое очень доброе отношение от персонала, и вот эти вечерние дискотеки, и вот эти мастер-классы, и никто на тебя не смотрит, и ты учишься танцевать, вот эти вот какие-то новые отношения, да? Да, Оксана, ты говоришь на последний день, у меня это начинается уже на второй, на третий день, когда я понимаю, надо это всё, как говорится, большой ложкой есть, вот это счастье, я понимала, что пройдёт 5-6-7 дней, и ты, и самое интересное, ребята, я разговаривала с людьми, которые рискнули, взяли круиз на 30 дней, и они мне рассказывают, говорит, мы взяли, но мы так боялись, что нам 30 дней надоест, и когда, говорит, мы стали подходить к последней неделе, мы понимали, нам не то, что надоест, говорит, нам не хватит, ещё как минимум полмесяца насладиться, потому что там разные страны, разные города, разные острова, я говорю, мы просто удивились, что 30 дней нам не надоело, потому что, если вы поедете на 14 дней, да даже на неделю, Турцию или Египет, ребята, поверьте, вам на третий день надоест, море, пляж, море, пляж, или надо ехать опять куда-то на какие-то развлечения, экскурсии, ну это опять же, вы должны куда-то ехать, это, понимаете, а здесь вас везут, вас везут всё время в новую страну, вы легли спать в Нью-Йорке, проснулись в Орландо, вы легли спать в Орландо, проснулись на Багамах, боже, это фантастика, от ощущения, что ты меняешь города, полюсы, меридианы, что там ещё можно, да, перемещаться, даже часовые пояса разные, ты просто балдеешь от этого, ты зашёл сегодня в шубе на лайнер, завтра ты уже в изобилии, если посмотреть мои слайды, там и шуба, там и купальники, и шорты, и просто жакеты, то есть вот так вот, понимаете, это так круто, вот, так здорово, Оль, подскажи, пожалуйста, сколько, сколько в твоей копилочке стран и городов, ты же, наверное, подсчитывала, да? Ой, слушайте, наверное, уже было, да, уже было, было, наверное, уже 45, вот, учитывая, что какие-то города, конечно, у меня попадаются по второму разу, да, допустим, такие города, как Рим, Барселона, да, потому что я люблю, допустим, из Барселоны отправляться в путешествия, там вот Марсель, ну, это портовые, но, ребята, учитывая, что у нас 70% покрыто водой, портов очень много, и вы каждый раз, бронируя свой круиз, вы же можете запланировать знакомство с этим городом, а представляете, если на наши круизные баллы мы сможем еще и отели приобретать, то мы можем себе позволить не только там два-три, мы можем неделю пожить в той же Барселоне, в той же Генуе, в том же Марселе, в том же Нью-Йорке, потому что мы круизными баллами оплатим, это так круто, такие возможности, я вот теперь поняла, я раньше думала, это такой красивый жест, оденьте очки, нас ждет ослепить, теперь я поняла, что действительно, ребята, если к нам добавляются еще отели, это бомба, потому что мы не могли себе позволить подольше пожить в отеле, это не дешевое удовольствие, а совсем уж в каких-то условиях не хотелось теперь, ребята, мы живем за наши круизные баллы в лучших отелях, вы представляете, бомба. Бомба, да, Оль, бомба. И вот для тех людей, кто любит видеть новое, да, вот кто был, я, например, очень люблю, мне так хочется объездить весь мир, у меня такая фраза, куда-нибудь, вот хоть куда-нибудь, там, где я не была, мне везде хочется, и с нетерпением жду, когда смогу отправиться, вот у меня же отменился круиз, в ноябре месяце у меня должен был Синдапурский круиз быть, шикарнейший круиз из Дубаев, через Индию, через Шри-Ланку, через Малайзию, Сингапур, 14 дней. Мне вот очень грустненько, что вот он отменился, но я хочу сказать, Оль, что даже вот это ощущение, я раньше не могла даже себе позволить мечтать. Вот когда мы выбирали круиз, мы просматривали Японию, да, обсмотрели Японию вокруг, посмотрели, что можно поехать в Корею, через Корею там, то есть раньше я даже это не смотрела, точно так же, как Австралию, да, что есть вокруг Австралии круизы, и они очень доступные, такие там по цене, там вообще смешные цены просто. И вот если раньше я даже, мне было страшно даже просто посмотреть, зайти в базу, посмотреть, где там Япония, где там какой круиз в Японии, то сегодня, то сегодня я смотрю на базу, я понимаю, когда у меня, у меня не состоялся этот круиз в Сингапур, но я уже как будто бы там побывала, я уже разрешила себе даже подумать, что я могу там побывать. А таких, как я, я уверена, очень много людей. И мы начинаем, вот становясь членами круизного клуба, смотря друг на дружку, беря вот этот опыт, друг на дружке, мы берем вот эту уверенность, мы берем знания, мы берем разрешение мечтать, что я тоже смогу. И вот у меня только вот это предвкушение, вот когда ты находишься год в клубе, два года, три года, четыре года, да, и когда год за годом ты находишься, и у тебя мышление меняется, у тебя кругозор меняется, у тебя окружение меняется, у тебя друзей становятся в разных странах намного больше. То есть наш клуб, он такой крутой, он крутой по всем параметрам. Не говоря финансовую часть, про финансовую часть, это вообще отдельная тема. Я согласна, да, я согласна, Оксана. Поэтому на сегодняшний день, друзья, пересмотрите свое видение, и ведь клуб – это лишь только вот новое сообщество. Здесь, тем более с новой программой, вообще не будет никаких камней преткновения. Подумайте и входите, и пригласите новых людей. Ребята, я не представляю себе теперь жизнь другой. Так что ждем вас в нашем сообществе, в нашем клубе. Да, присоединяйтесь. Из любой точки мира. Из любой точки мира. Абсолютно. Да. Мы поддержим вас всегда и расскажем, и покажем, как лучше путешествовать, как экономнее путешествовать. Поэтому ждем там. Да, и даже, да, да, бесплатно. Просто люди не понимают, что действительно можно, работая в нашем клубе, сделать свои путешествия еще совершенно доступными для себя, для родных, и даже прибыльными, ребята. Просто лучше это. Сколько наших лидеров, вот я смотрю на Султану, да, купила себе на Тверихе жилье, купила родителям жилье, купила себе классную машину. То есть, это клуб, это другого уровня, клуб другого уровня, другого уровня жизни, поэтому подтягиваться сюда есть смысл. Да. Я думаю, что, Оксана, пора прощаться, потому что для первого знакомства достаточно. Друзья, кому будет интересно посмотреть слайды, еще поближе познакомиться с нашей компанией, клубом, ждем вас на тревел-встречи, где мы раскладываем все поподробнее. Приглашайте своих друзей, приятелей. Ребята, я вам точно говорю, вы никогда об этом не пожалеете. У нас крутая компания. Спасибо, Олечка. Спасибо за сегодняшнюю встречу, спасибо, что появилось, что была возможность планировать так, чтобы мы могли рассказать о Америке, потому что Америка, это действительно, это еще по Европе, это экзотика, а уже в Америку, то это полная экзотика. Да. Спасибо большое за этот такой очень красочный, красивый рассказ, за вот это доброе такое отношение и открытость. Спасибо за нашу сегодняшнюю встречу, ну и до следующих встреч. Оксаночка, сохраните видео, потому что некоторые люди подключились попозже, пусть они прослушают, да, начало. Я сама заметила, что каждый раз, когда я рассказываю про Америку, это всегда по-разному как-то звучит, поэтому посмотрите видео, вам будет интересно, друзья. До новых встреч. До новых встреч. Спасибо, Олечка. Все, пока-пока. Пока-пока. Счастливо. Счастливо.